Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Дорогие друзья, давайте перед тем, как я начну данный видеоролик, перед тем, как я начну вам всё это рассказывать, вы уясните кое-что. Всем уже давно понятно и до боли известно, что Артур Митинович является небезызвестным карликом, вором, иллюминатом во второй степени квадратного треугольника, который является такой, знаете ли, иллюминатской масонской ложей. У них там у всех, если кто-то мало ли не знает, треугольное очко и вот все прочие вещи. Однако, однако, несмотря на всё это, вы держите, пожалуйста, это в голове, что Артур Митин это карлик, вор, иллюминат, и что он большинство всяких разнообразных схем, ну, продумывает и делает прочие вещи. Однако, ладно, однако, ладно. Перед тем, как начать данный видеоролик, я бы вам хотел сказать, знаете что? Резона, ролеплей, феникс, айпи, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на банковский счёт, либо на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов, а всё это находится в описании под данным видеороликом. Так вот, давайте уже приступим непосредственно к моему самому видеоролику, который сегодня вы как раз-таки будете смотреть без всякой вот этой вот, знаете ли, воды от брата небезызвестного греческого бога Зевса. Так вот, что вам я хочу сказать? Дело в том, что Артур Митин в своём, насколько я понимаю, недавнем видеоролике предложил тему о том, как можно вот искоренить просто продавцов вертов на корню, чтобы никто не мог вообще там у них, знаете ли, что-то покупать, что-то там делать, тем самым каким-либо образом разрушая экономику и обесценивая верты, тем самым воруя деньги у основателей проектов, тем самым делая все прочие вещи. То есть, ну вот обо всём этом уже было рассказано. Вот, и он предложил, значит, смотрите, следующее. Сейчас я вам расскажу то, что он предложил, а потом, ну, в общем-то, вы поймёте, почему, ну, как бы... Ну ладно, ладно, вы уже там узнаете моё мнение. Так вот, Артур Митин предложил делать следующее. Админки, лидерки и всё прочее продавать продавцам вертов. То есть, наёбывать их, блядь, на бабки. Почему наёбывать? А потому что сразу после того, как, так сказать, деньги будут переведены и сделаны все прочие вещи, вот, то, как бы, ну, будет забанен аккаунт того человека, который либо купил, либо продал какую-то вот эту вот всю привилегию, вот. И вследствие всего этого, там, по IP-адресу, по всем прочим вот этим вот, знаете ли, нанотехнологиям GTA-сампа будут забанены все остальные аккаунты этого самого человека. Также было подмечено, что Николай Симонов, это, если что, не брат, не внук, не сват Сергея Симонова, просто вот такой вот, знаете ли, такая вот, знаете ли, фамилия у человека, который ранее был таким, знаете ли, то ли основателем, то ли сооснователем проекта Diamond Rolly Play, который занимался этим же сам. То есть, он продавцов вертов ловил вообще, ну, каким методом? Ну вот, ну вот, ну вот, каким методом он ловил вот этих вот самых продавцов вертов? То есть, он им продавал какие-то там, знаете, либо покупал у них, либо продавал им какие-либо верты. В общем, вы сами знаете, наверное, как можно спалить этого самого продавца вертов, там, и сделать с ним все прочие вещи, вот, и он занимался именно этим. И Артур Митин прям говорит, ну вот, то есть, он, я сейчас процитирую то, что он говорит, и вот, и дальше уже будем мы рассуждать на тему всего этого. Любые проекты, по сути, могут сами продавать свое имущество. Я могу насоздавать верты, пойти к продавцу вертов, продать их и забанить, а еще вычислить по переводам его другие аккаунты, тем самым сделав хорошо проекту. И разорив бизнесы вот этих людей, которые делают то, что запрещено на сервере. Никто не будет покупать верты, если будут знать, что их могут вот так вот кинуть. Насколько это гениально? Может, это как-то нечеловечно, но когда люди портят экономику всего сервера, это человечно, вот, то есть, как-то так этот самый Артур Митин, карлик, вор, рассуждает и делает все прочие вещи. Но, знаете ли, в чем дело? То есть, тут уже даже, я не знаю, второй комментарий под вот этим вот самым постом с фразой Артура Митина уже разъебывает его полностью, потому что, блядь, ну, серьезно? Вы что, серьезно думаете, что продавцов вертов до этого никак не банили? То, что, ну, вот, ничего подобного с ними не делали? Им похуй. Им похуй продавцов вертов миллиарды. Людей, которые покупают эти самые верты, их миллиарды. Попробуй, там, отыщи по переводам все эти аккаунты, кто там, что делал и так далее. Разумеется, если есть какой-нибудь GTA-самп-ютубер, которому, разумеется, как мы все знаем по фразам Брулева, ну, ебать, что делать нехуй. Разумеется, если есть такой GTA-самп-ютубер, который за всем этим будет следить, который постоянно будет все это находить. Но, понимаете, как бы забанишь одного продавца вертов, появятся, блядь, еще два продавца вертов, которые поймут, что, ебать, вот того жесткого мастодонта забанили, он по какой-то непонятной причине, по причине того, что его, блядь, забанили, перестал всем этим заниматься, да и все. Блядь, неужели продавцы вертов на своих вот этих вот аккаунтах хранят очень много денег? Типа, ну, мне так не кажется. Может быть, у них там просто верты как-то расфасованы по разным аккаунтам и так далее. Я не думаю, ну, какой продавец вертов будет все, блядь, свои, там, я не знаю, 100 триллиардов, 100 миллиардов, типа, хранить на каком-то одном аккаунте? Ну, серьезно, ну, типа, ну, блядь, ну что, пиздец? Ну, типа, барыги, блядь, еще и не дают бабки вперед. Типа, ну, это пиздец. То есть, вы все равно... У них, тем более, есть еще какие-то, там, знаете, такие ли установленные стандарты, по которым, типа, нельзя купить какие-то копейки у него, да, да и плюс, они не дают, там, верты вперед и все остальное. Ну, типа, ну, это же, это же пиздец. Типа, все равно ты заплатишь ему деньги, да, забанишь, возможно, много его аккаунтов, но, господи, ты серьезно, блядь. Типа, человек думает, наверное, что он самый умный. Что вот Артур Митин, вот этот вот самый карлик вор, который обманывает на 20 тысяч рублей, или, там, на сколько, на 25 тысяч рублей, он, наверное, думает, что он самый умный, и что вот, ну, все вот так вот работает. Да нет, блядь, ну, нихуя. Ну, типа, забанишь одного продавца вертов, придут еще два, блядь. Забанишь двух, придет еще четыре, блядь. Ну, серьезно, кто не заходит? То есть, продавать верты, это вообще-то выгодное дело. То есть, ты нихуя не делаешь, по сути, скидываешь, там, делаешь какие-то переводы на серверах, и все. И тебе с этого идут деньги. Какой-то чел из-за того, что ему забанили аккаунт, откажется от всего этого. Ну, серьезно, типа. И люди, которые покупают верты, и люди, которые продают верты, то есть, продавцы вертов, они все знают свои риски, то, что они могут быть забанены. И, разумеется, зная все эти риски, они никогда не хранят, там, блядь, какие-то заграничные суммы на вот своих вот этих вот аккаунтах. Ну, типа, серьезно, блядь. Ой, да, разумеется, там, на проектах борются со всем этим, и это все делают. И, типа, продавцы вертов уже, по сути, по логике Митина, уже должны были давно уйти, если с ними, блядь, вот так вот борются. Ну, типа, почему-то они не уходят. Почему так происходит, Митин почему-то не говорит. Ну, это, ну, типа, это прикол какой-то, я не знаю, в общем-то. Вот так вот Артур Митин предложил нам всем бороться с продавцами вертов. А самая лучшая борьба с продавцами вертов, это просто рассказывать людям, что намного лучше задонатить на проекты, нежели купить верты. Типа, так вы поддержите и ютубера, которого вы смотрите, по чьему промокоду вы зарегистрировались, так вы поддержите и разработчиков проекта. Так вы сделаете много очень добрых дел, плюс себе какие-то плюшки получите. То есть, это намного лучше и лучше пропагандировать вот это, чем вот бесконечно бороться как-то с тенью, ну, серьезно. Сколько у вас на это уйдет времени и, типа, ну, что вы от этого получите? Да, возможно, в некоторых случаях вы сможете найти какого-то жесткого продавца вертов, у которого там было, блядь, 500 миллиардов, но, типа, ну, каков шанс? Да, каков шанс и сколько времени надо потратить на все эти расследования, махинации, чтобы не забанить какого-нибудь невиновного игрока? Сколько на все это уйдет времени, неясно, непонятно, и Артур Митин на все это не дает никаких ответов, всего прочего, типа, ну, это забавно. Разумеется, этим могут заняться абсолютно все люди и какие-то мелкие админы, чтобы там им выделяли какие-то деньги, да, чтобы они проводили вот эти контрольные закупки вертов и всех банили. И, в общем-то, лидеров можно точно так же подговорить, ну, какой долбоеб будет покупать или продавать верты, блядь, лидеру, вы чуть, блядь, кончено, или админу, блядь, ну, пиздец. Типа, да, разумеется, можно с фейковых аккаунтов, но это опять, блядь, фейковые аккаунты, это столько всякого говна, это же пиздец, ребят, ну, серьезно. Артур Митин, блядь, все нормально, нет, все хорошо. Ну, просто мне кажется, что что-то, ну, не особо. И это еще, знаете ли, запостило одно из самых желтушных изданий, но, тем не менее, типа, пиздец, ладно, ладно, все, это так запостили, будто бы, блядь, Артур Митин реально панацею от всех этих болезней придумал, от всех этих продавцов вертов он придумал вот эту вот всю панацею, вот это вот все лекарство, и теперь его выставили как такого вот крутого чувака. Ну, типа, это забавно, потому что ничего, но кардинально нового того, что еще не делали, и того, что можно было бы сделать, чтобы продавцу вертов не было, ничего такого он не предложил, к сожалению. А мог бы что-то и такое сделать с его-то возможностями, но, к сожалению, мы остались где-то вот на уровне того, что, ой, если чуваки покупают или там продают верты, просто забаньте им аккаунт, ну, это просто так не работает. Если бы это так работало, то уже бы никто верты не продавал и не покупал, но это так не работает. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, не покупайте верты, это плохо, всем пока!